Следователи в Смоленске разбираются со скандальным случаем в городской больнице, где скончался пациент. Мужчину с тяжелыми травмами бросили безо всякой помощи. История произошла еще летом, но дело получило ход только сейчас, когда кадры с камер наблюдения попали в интернет. Подробности в материале Георгия Алисашвили. В больнице скорой помощи с Сергеем Ивановым с самого начала особо не церемонились. Вот как 47-летнего пациента перекладывали с каталки на каталку. И дело то ли в тяжелом весе мужчины, около 100 килограммов, то ли в его состоянии. К врачам Сергей попал прямиком из кафе, где праздновал день рождения со всеми вытекающими. Застойе завершилось пьяной дракой. Данный пациент был доставлен 23-20, после чего был приглашен нейрохирург. Пока нейрохирург шел в приемное отделение, у нас дежурит один нейрохирург и по отделению, и по приемному отделению, потому что, к сожалению, кадра у них хватает, пациент самостоятельно покинул отделение. И ушел из больницы. Где тяжелый пациент провел следующие 4 часа, неизвестно. По словам главврача больницы, ночью Сергей снова попал в приемное отделение. И на этот раз был осмотрен. С предварительным диагнозом ушиб головного мозга, все еще нетрезвого, и со слов персонала буйного пациента, оставили в палате наблюдения, чтобы уточнить диагноз, когда больной проспится. И главное, по версии врачей, между первым и вторым поступлением, пациент получил тяжелые травмы, вероятно, был избит. Однако эту версию прокуратура пока не подтверждает. Сколько раз, в принципе, он поступал в больнице? Потому что есть информация, что не один раз. Пока этой информации не располагаем. Однако же из анализа документов и показаний стоит, что он поступал один раз. Что же касается тех самых тяжелых травм, возможно, ответ стоит искать на этих кадрах. Вот Сергей Иванов выходит из палаты в коридоры, сразу же падает. Все происходит на глазах у медсестры, которая дважды подходит, но даже не осматривает лежащего на полу пациента. В коридоре есть и другие люди, но дела до Сергея нет никому. Вот та же медсестра проходит мимо, не обращая на него никакого внимания. Пациент несколько раз пытается подняться сам, но неудачно падает, оставляя за собой кровавые следы. Наконец, в какой-то момент ему это вроде бы удается, но едва встав на ноги, Сергей рухнул назад с высоты своего роста, ударившись затылком. Сперва металлическое сидение, а потом об пол. На больничную плитку быстро натекает лужа крови. Видимо, это и заставило персонал снова обратить внимание на лежащего без движения пациента. Но помощи ему все еще не оказывают. И это можно было бы списать на опасения медиков усугубить черепно-мозговую травму перемещением больного, если бы не кадры, где Сергея тащат волоком по коридору, после чего расходятся, явно не понимая, что делать. Позже все трое вернутся, предположительно, с врачом. Но опять же, никакой помощи пострадавшему никто из пришедших не оказывает. Дальше кома, операция, смерть. Был уставлен диагноз черепно-мозговой травмы. Пациент находился в реанимационном отделении. Но так как состояние ухудшалось, на седьмые сутки была выполнена операция трепанация черепа. Но, к сожалению, пациент скончался. Говорить об обстоятельствах травмы, какие сроки она получена, достаточно тяжело. Но 6 минут нахождения на полу пациента, я думаю, никак не явились для него в этой критической ситуации. Сестра погибшего, Галина Иванова, которая отсмотрела весь исходный материал с камер наблюдения, это около 5 часов видео, утверждает, на полу Сергей лежал намного дольше, чем 6 минут. И вообще, после поступления в больницу, не покидал пределов лечебного заведения. В правке о смерти было написано, что в больницу он поступил в 4.30 утра. Ну, а со слов бармена, я знаю, что он вызывал скорую помощь в 22.32. Я считаю, что по вине медиков погиб человек. То есть, если бы ему оказали своевременную медицинскую помощь, он сегодня был бы жив и даже здоров. Эта история случилась еще в июне, но после проверки по горячим следам уголовное дело так и не было возбуждено. Почему? Сейчас разбирается прокуратура. А следователи снова восстанавливают картину произошедшего. Возбуждено уголовное дело по информации СМИ о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей медицинским персоналам клинической больницы скорой медицинской помощи. По статьям «Халатность» и «Оставление в опасности». Врачи ссылаются на проблемы с кадрами и на то, что пациент был сильно нетрезв. Однако клятва Гиппократа, очевидно, распространяется и на таких больных тоже. Судя по видеозаписи, на то, чтобы уложить на каталку истекающего кровью пациента, врачам больницы скорой помощи потребовалось полчаса. Георгий Алисашвили, Ольга Хитрина, Марьяна Соболева, Первый канал.